в общем меня сейчас прервали если вы обратите внимание то есть было как раз-то посвященных это фараоны то есть сейчас современный мир по сути ничем не отличается и они стремятся к этому то есть фараоны они делали согласно вот этим книжкам пирамиды для того чтобы запечатлеть свое величие над природой над природой но есть версия что это обман и в любом случае единственное что они хотят оттуда позаимствовать так это свое величие денежное денежное величие в современном мире который полностью здесь основа на деньгах и они собираются они везде делают свои логотипы в виде треугольника а треугольник как я понял это пирамида которую делал фараон то есть они считают свою корпорацию госкорпорацию треугольником то есть пирамиды которые они возвеличили над природой своим величием считают и равняются они на древний египт а что чем отличался древний египт самая мощная традиция рабства то есть сейчас я буду просто говорить свою теорию вы можете там агрессивные зубы скрежетать агрессивно реагировать в общем теория заключается в том что в древнем египте вот знаете существуют вот эти вот все сказания о небесном царстве о войне между богами и титанами между землей и небом вечная война там все такое небесное царство попадает на небо после смерти или подземелья вот мне кажется что все это основано на реальности что сейчас вы можете реально увидеть это можно просто реально увидеть в интернете современные летающие платформы которые перевозят грузы все более тяжелые и в будущем они сделают такую огромную летающую платформу то есть летающий город такой это и будет небесное царство а армия будет принадлежать им власть имущим и будут каста рабов то есть нас каста военных которые будут надзирать над нами то есть они никогда не будут стрелять в летающий город их своих хозяев хотя возможно что когда-то это и было и в общем вполне возможно что существовала такая технология при помощи которой они человек мог ну определенный человек с технологией определенной мог развести океан в разные стороны и пройти между волнами вполне возможно и существовали древние драконы которые до сих пор остались в виде карго-культа это просто были летающие какие-то военные машины самолеты может быть которые стреляли и люди думали что это драконы стреляли огненными снарядами может прилетали выжигали митингующих или просто кого-то неугодного вполне возможно они могли просто даже раскрасить свои самолеты подрисовать им глаза всякую раскраску сделать и это чтобы люди думали что это какие-то чудовище летающие для устрашения и это осталось в виде карго-культа и в общем будущее которое нас ждет это просто переход на то есть день денег вообще не будет будет просто рабы будут просто рабы будут жители но они будут бедно жить будет бесконечная серая пустыня городов огромных серая пустыня городов как и песчаная пустыня древнего египта полиция будет являться кастой охранников рабов как военные возможно от военных даже откажется потому что если они весь мир пустыня 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 это контроль над всеми пятью континентами глаз в центре это я вырисовал то есть он видит страдания всего этого мира и плачет это я лично вырисовал то есть если они то есть смотри вот обрати внимание задумайся о том что у каждой армии одинаковые звезды тебе это ни о чем не говорит почему нету почему может я глупый не понимаю но почему не существует в основном основных каких-нибудь армии которых логотип отличается то есть это можно склонить к тому что предположить то что все армии на самом деле являются единой армией и управляются из одного источника как правительство и просто внешне сделают вид что они какие-то войны устраивают история вся история вообще бессмысленная я изучал ее так что хорошо что так хорошо что мог наизусть дату вообще тысяча пиццов кого-то тысяч четыреста кого-то года сказать меня спрашивало я говорил точную дату история бессмысленно ее учить потому что она вся наврана так даже Невзоров об этом сказал короче сейчас повсюду ставится сейчас повсюду идет тоталитаризм такой который не снился в прошлом веке ни одному диктатору полный контроль полное наблюдение прослушка всего официально можешь почитать законодательном уровне признали что могут прослушивать официально все что ты говоришь скоро сделают так что ты вообще обязан что каждый человек будет обязан владеть телефоном смартфон я считаю что это черный подор малевич что такое черный подор малевич я считаю что это я первый об этом сказал что это переход от молитвам богу молились раньше иконам сейчас молятся тому куда я смотрю тому куда ты смотришь черный квадрат черный прямоугольник раньше это был квадрат первые компьютеры были мониторы квадратные прям как картина это черный квадрат то есть молятся просто пустоте то есть они утратили бога ты можешь сказать что они получают информацию все такое всякая ерунда информация ничего не значит она не сделает из тебя не раба она не применяет твое положение понимаешь просто обществом которое не верит в бога легко управлять и вот эти власть имущие это сделали хорошо а вот Казимир Малевич его черный квадрат он случайно его написал но я по крайней мере вот так трактую это я лично Александр Ленин художник если ты тоже будешь так трактовать ссылась на меня если у тебя есть совесть они будут небесное царство будет построено технократически как и раньше они будут летать над облаками специальную можешь почитать в Википедии в интернете специальную разрабатывают нанопрочную нить специальная будет веревка которая будет доставлять грузы с земли на небо вот задай вопрос зачем вам летать в космос зачем вам нужна эта нить которая будет доставлять грузы для чего на чего столько денег тратится для чего рабы мы работаем на этом мы все рабы ну ты не раб лично я и те кто считают себя рабами мы рабы а кто себя не считает рабом пожалуйста вы не рабы я ничего против вас не имею все в порядке я не хотел вас оскорбить простите и в общем мы простые люди работаем они запускают ракеты и прочую фигню в космос но в древних в древних книгах сказано что над нами вода бесконечная какой космос скажешь чужими словами услышанными от соколовского блогера как можно верить древним княжонкам да а как можно верить современным книжонкам и современным ютубам современному телевизору как можно верить современному тв где показывают сплошную пропаганду и дичь где просто показывают сериал где пропагандируют матриархатах охренительный матриархат где где показывать просто они просто показывали не знаю зачем они это делают но они прививают поведение девушкам как хамство между мужчин прививают подкаблучничество и угождение то есть девушка привела стервозное поведение а мужчинам прививают такое знаешь прогибающиеся поведение то есть они как бы пытаются разрушить разрушить наш наш народ наше общество потому что девушки такие вот которые сейчас ну которые вот воспитаны на этих фильмах всем вот этом с ними невозможно построить семью крепкую они просто разводятся и все и дети государства отдаются просто по сути то есть школу в садик в разные прочие институции государственные то есть дети принадлежат не родителям не семье государству а государство принадлежит кучки посвященных или какой-то видите даже нет же предсказывал будущее что будет править будущем деньги и это современная нато военная машина который будет защищать деньги и вот если ты был ну и вот и вот эти все лидеры теперь откроют такую тайну но это не моя мысль это мысль высказанная одним блогером не очень известным забыл фамилию базили вам короче меня просто напоразил вот эта мысль его что владелец вот этого кафе вишни или вообще владеют владелец всех стратегических основных объектов не бизнеса крупного они живут вообще далеко от того места где находятся и заводы их станции или электроснабжения и так далее и управляют ими на расстоянии просто им достаточно нажать пульт когда начнется к это к это пуча и нажмут пульт электричество вырубится вода горячая вода вырубится и ни один простой человек не сможет ничего там сделать и все оружие нету простых людей у полиции у армии есть и тем более у элиты и все очень быстро пройдет любая любое сопротивление любое восстание такое пессимистичное будущее я предполагаю которому мы движемся очень быстро хотя с другой стороны электронные деньги гораздо гораздо легче проще элементарнее чем бумажные деньги просто гораздо удобнее карточку приложил убрал все чем тип бумажки ты знаешь столько проблем мошенничество сколько с ними связано было 90 и так далее сейчас идет упрощение всего одежда будет упрощаться одноразовая одежда будет выдаваться просто каждому не все что и посуду тоже это разуме исчезнут все эти вся вот это вот ерунда исчезнет где мыть посуду там кухни вот эти все еще будет просто одноразовая посуда разовая одежда разовые до наливаться раздаваться и все не будет больше такого что стоит человек или женщина человек или мужчина человек и готовить еду готовят еду готовят еду нет такого не будет в будущее будет все упрощено стира стирать одежда не надо будет просто раз покрой покрову задел надели тебе фасон раз ну робот оденет или автоматизированные системы все но согласно базе леву роботы никогда не будут в капиталистической системе потому что они выгодны потому что человек с человека могут быть можно получить сверхприбыль а с робота не получится получить ему придется тратить огромные средства на питание для робота на починку робота на идеальные электричество идеальные энергии топлива для робота она человека ничего не надо тратить капиталисту вы просто просто платит ему копеечную зарплату остальное себе в карман сует это же логично если ты был владельцем какого-нибудь заведения те выгодно было меньше платить работ работников и людям не хватает денег даже на медицину медицина не развивается роботу придется платить дофига за запчасти за изменение замену запчастей может это непонятно изъясняюсь я просто вот в общих чертах говорю всегда будут люди люди потому что я не знаю возможно даже люди были созданы как рабы и заменят людей это все фуфло это капиталистическая пропаганда ерунда абсолютно все фильмы в том числе бойцовский клуб там forest gum все голливудские фильмы и все сериалы несут пропаганду обычную пропаганду против нас я считаю любая пропаганда где любой фильм где мужчины избивают других мужчин особенно ради девушки или даже не ради девушки это пропаганда уничтожение мужчины читаю планы если вам было интересно я сделаю опрос просто будет интересно неинтересно и видео эти вставлю вопросу два видео потому что на первом прервалось ну все я вам будут рассказывать так бесконечно и еще было бы круто просто во время рисования это рассказывать я скоро куплю штатив буду рисовать и рассказывать если вам это интересно вообще может буду молчать просто а еще было бы круче заниматься любовью и рассказывать свои отведительные истории какое еще и такого еще не было это превзойдет любого это призади вызвать не зайдет любого вообще пистолетова пахома там не знаю ни один еще пророк не рассказывал свои пророчества занимаясь любовью и транслируя это на весь мир может я сумасшедший далее сумасшедший я просто сумасшедший скоро я приду в себя и офигею не будет стыдно сказано прошу прощения если что-то сказал кого-то задел все сейчас я буду рисовать дальше писать картину надо мне сначала пить краску и штатив спасибо владимир давайте ставьте оценку